Иногда при съемке допускаются ошибки, которые затем необходимо исправлять в постобработке. К одной из таких ошибок относится не идеально белый фон. К примеру, вот на этой фотографии мне нужно было добиться идеально белого фона. Но видите, вот здесь, хотя может быть на видео это и незаметно, но если ориентироваться по палитре, которая возникает вот здесь по показаниям каналов, цвет не идеально белый. То есть здесь показания цветов лежат в пределах 90-95%. Это не идеально белый цвет. Вот здесь где-то ближе к модели он идеально белый. Вот здесь опять не идеальный. Каким образом можно добиться идеально белого цвета фона. Для этого совсем не обязательно переходить в Photoshop. Достаточно использовать возможности Lightroom. Для этого нужно перейти к инструменту, корректирующая кисть Adjustment Brush или нажать клавишу K. Здесь мы делаем следующие настройки для осветления фона. Экспозицию плюс 4, контраст 100, highlights 100 и shadows 100. Теперь с помощью вот этих настроек мы сможем спокойно хорошо осветлить наше изображение. Значение Flow и Density выставляем на 100, чтобы достичь максимального осветления. Теперь растушевку ставим на минимальное значение на 0, регулируем размер кисти и грубо по краям, не боясь захватить модель, то есть не подходя к ней близко, обводим те места, где у нас не идеально белый фон. Вот здесь можно увидеть, что фон становится белый. В качестве вспомогательного средства можно перейти на вкладку Кривые и сдвинуть кривую вот таким образом. Тогда мы ясно увидим пятна на фоне, а затем, закончив работу, мы просто вернем кривую к линейной. Теперь давайте увеличим изображение. Это можно сделать клавишами Ctrl и плюс. Продолжим удалять фон. Здесь уже работать нужно аккуратнее. Также близко к контурам мы не подходим. Для большего контроля можно включить предупреждение о потере светов. Вот оно. Тогда те места, где мы будем рисовать, где у нас фон будет идеально белый, будут отображаться красным цветом. И это даст нам возможность не пропустить ни одного участка. Если вы случайно попали на контур, нажимаем и удерживаем клавишу Alt и кисть превращается в ластик. Стираем этот элемент, ненужный штрих. И продолжаем дальше. Мы должны оставить небольшой контур вокруг объекта, который хотим выделить. Можно сильно не стараться. Главное это не заходить на объект. В итоге мы должны получить вот такой контур. Теперь будем работать уже ближе к модели. Переходим снова на инструмент, корректирующая кисть. Создаем новую кисть. Это нужно для того, чтобы мы могли работать независимо с одной и с другой кисточкой. Теперь в настройках кисти включаем параметр Auto Mask, то есть автоматическое маскирование. И это даст нам возможность работать близко к границам объекта, не боясь их повредить. Теперь увеличиваем объект. Приближаем. И теперь уже кисточкой работаем вдоль объекта. Работаем вдоль границы. Видите, я даже слегка захожу на объект. Главное, чтобы не попало перекрестие. Таким образом мы сможем четко отделить объект от фона. После пяти минут работы мы получаем примерно вот такую картинку. Теперь нам нужно отключить предупреждение о потере цветов. Поводим курсором. Проверим, что фон у нас везде сто процентов по яркости. Теперь перейдем на вкладку кривые, Tone Curve. И вернем кривую на место. Для этого выберем Point Curve, Linear. Кривая станет линейной. И теперь мы полностью изолировали объект от фона. При необходимости можно экспортировать или открыть эту фотографию в фотошопе и доработать уже средствами Adobe Photoshop.